Замечательное морозное утро для этих рыбаков прервал рев двигателей жигулей. Грибной канал для участников дрифт-кубка стал новой локацией. С официальной организацией соревнований на льду помогла Федерация автоспорта Алтайского края. Если в прошлом году у нас за полтора месяца получилось провести несколько спортивных соревнований и тренировочных дней в дисциплине автомногоборья, на одной трассе тоже в этом году мы почистили сразу несколько конфигураций. И у нас теперь зимний картинг, у нас теперь зимний дрифт и автомногоборья. Трасса для дрифта получилась более длинной и технически совершенной по сравнению с треком у арт-объекта «Спичка», где раньше соревновались спортсмены. Из-за единого и более гладкого покрытия ехать боком стало проще и быстрее. Скорость на момент инициации заноса достигает примерно 80 км в час. По сути здесь везде примерно одинаковый зацеп идет. Вот только там есть на одной дуге колья выкатанная уже и получается в колью проваливаешься и машина как по рельсам в трамвай едет. И приходится просто газ нажал, машина уже сама едет куда. Как накатали люди. Кроме того, главное нововведение этого дрифт-сезона – обязательная гоночная лицензия и моношина для уравнивания возможностей пилотов. То есть все 28 человек используют покрышки единой модели. Подобное решение еще нужно для того, чтобы провести межрегиональный этап сибирского кубка. То есть у нас в Новосибирске, Кемерово и здесь будет проходить по одному этапу. На эти чемпионаты согласована моношина. Айкон Нордман 8 у нас идет шина по регламенту на все три регионы. И сегодня тоже она здесь. То есть на весь сезон можно купить колеса и они будут подходить в трех регионах. Этап сибирского кубка в Алтайском крае планируют провести в конце сезона на треке «Ракета», который сейчас делают около Павловска. По словам одного из амбассадоров регионального дрифта Ивана Никулина, строительство идет полным ходом. Не просто это уже мысли. А мы уже заключили договора с подрядчиками, скинули предоплату уже порядка проекта. Пока первого, так скажем, отрезка, это порядка 20 миллионов. Мы уже какие-то деньги собрали, какие-то деньги сами скинулись и уже заключили с подрядчиком. И он уже 1 мая выходит на... ложить асфальт нам. Два новых места для дрифта не только повысят уровень мастерства пилотов и заинтересованность любителей автоспорта, но и в перспективе могут помочь Алтайскому краю получить разрешение на проведение соревнований под эгидой российской дрифт-серии. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.